Способы визуализации вотохирургии. Поднимите, пожалуйста, руки, кто был в этом зале. Перед этим была секция «Сателлитный симпозиум» Карл Шторц. А поднимите руки, представители Шторца есть здесь? Подошли. Компания Шторц – это не рекламный доклад, не оплаченный, не проплаченный, честно. Компания Шторц была очень любезна и предоставила нашему учреждению, нашей кафедре, первой кафедре в стране и, по некоторым данным, первой кафедре оториноларингологии в мире, аппарат 3D-визуализации, VITOM 3D на апробацию. Поэтому мы также первые попробовали это оборудование и, в общем-то, какое-то мнение о нем сложилось, я хочу им поделиться немножко, показать, что мы делали. Для успешной отохирургии необходимо 4 компонента. Это система визуализации. Второе – это устройство для деструкции кости, бормашины, пьезомашины, ототон. Далее – это специализированный инструментарий, без которого тоже ничего невозможно сделать, микроинструменты наши. И расходное имущество – протезы, тампоны, все остальное. Естественно, что в угловую угла всегда ставится микроскоп. Операционный микроскоп, который знаком каждому отохирургу, привычен. Первое, чему начинаем учить молодых отохирургов – это именно смотреть микроскоп, работать с ним, зашить рану даже, минимальный разрез делать, перевязки под ним. Это же то, что можно делать без него, заставляем делать под увеличением, работая в окуляры, заставляем работать в содружестве на зрение и руки, когда они направлены ни в одно место, ни одновременно. Микроскоп – привычный инструмент для отохирургов. С повышением качества изображения эндоскопической техники, с появлением трехчиповых видеоголовок, которые дают очень детализованное изображение, Full HD изображение, отохирурги взяли на вооружение себе эндоскопию. Можно пользоваться простым эндоскопом, можно пользоваться специализированными эндоскопами, ушными, они чуть тоньше, чуть короче, принципиальной разницы нет. Да, есть ситуации, в которых они очень удобны, есть ситуации, в которых они даже иногда необходимы, но большую часть отохирургии делается все-таки под микроскопом, который позволяет работать двумя руками в операционном поле, освободить вторую руку от эндоскопа и дает большое увеличение и большое качество картинки. Ливия Призутти пропагандирует во всем мире эту технологию, всем известна его монография. Имеет место быть, есть определенные преимущества перед микроскопом, сейчас мы посмотрим, что это такое. Что лучше, микроскоп или эндоскоп, споры идут на всех конференциях, один-два доклада, где проскакивает, надо то делать, надо то делать, надо всем брать эндоскоп в руки и всем оперировать. На предыдущей секции было сказано, ну, очень спорные эти все вопросы, никогда этот спор не закончится. Микроскоп. Преимущества. Несомненное преимущество, которое эндоскоп никогда не победит. Биммануальная техника. В одной руке отсос, другой инструмент, работаем, всепоровка, удаление опухоли, контроль косточек. Все делается двумя руками. Объемное изображение. То, чего у обычного эндоскопа нет. 3D изображение, которое видит хирург своими глазами, каждый глаз видит свою картинку и в мозгу сформируется объемная картинка. Мы понимаем глубину. Нам нужно для того, чтобы знать, что ближе к нам находится, что дальше от нас находится. Вухи без этого просто невозможно. И на нашем рынке их точно нет. Микроскоп применим на операциях на гортане. Это расширение показаний и, соответственно, больше окупаемость достаточно дорогостоящего этого оборудования. Имеется интеграция с СО2 лазером. Часто работаем, особенно при стопедопластике. Подключаем СО2 лазер. Тоже преимущество неоспоримое. И также используется на гортане. Ларингологи просто в восторге от последствий лечения лазером образования гортани и грудцов. Естественно, есть всегда недостаток. Микроскоп громоздкий. То, о чем Юрий Юрьевич говорил, что убрали микроскоп в сторону, очень много места освободилось. Что он мешает ходить всегда. Да, он громоздкий. Но это понятно, почему он громоздкий. Не потому, что его невозможно в маленькое что-то объединить. А он сделан так, чтобы он не падал, чтобы он стоял стабильно, чтобы он не качался. Это сделано умышленно. Дорогой. Цены большие. Вопрос такой тоже достаточно спорный. Есть подешевле микроскопы, которые можно пользоваться. Всегда хочется более дорогой. Денег всегда нет. Купить получается то, что подешевле. Но в целом это очень дорогая техника. Цены знаете. Если интересно, можно подойти к представителям фирм. Спросить. Вынуждена поза, что также говорилось на сателлитном симпозиуме Карл Шторц. Хирург находится в напряженной спине, напряженное зрение. И не может пошевелиться, потому что нельзя поменять положение головы. Просто не будешь смотреть в окуляры. Это бессмысленно. Большая нагрузка на зрение. То же самое. Считается, что при работе через окуляры, будь то операционный микроскоп, простой микроскоп, всегда нагрузка на зрение очень большая. Эндоскоп. Преимущества эндоскопа у них пересекаются наоборот. У эндоскопа более широкое поле зрения. Не стал выводить картинку. На докладах это показывают. При демонстрации эндоскопической техники в аутохирургии. Это следует из самой механики попадания изображения в аппарат. Линзу эндоскопа мы вносим непосредственно в среднее ухо. Естественно, что поле зрения шире. Тогда как микроскоп мы смотрим только через узкий канал, который нам позволил. Флуховой проход, разрез наш. И идут лучи, уже попадают в микроскоп параллельно. Меньше нагрузка на глаза? Да, несомненно. Если изображение плохое будет, то все наоборот меняется. В микроскопе будет меньше нагрузки на глаза. Но здесь мы берем хорошую эндоскопическую технику. Ту же самую стандарт Шторц трехчиповая головка. В настоящее время те же самые фирмы Шторц. Не боюсь говорить о них, потому что они флагманы. Они все это делают в первые. Потом все это распространяется на конкурентов. Недавно эта технология запатентована, введена на наш рынок. Цифровая обработка изображения. Технология SPICE. Применяется без изменения всего железного. То, что камера, эндоскоп. Дальше что идет? Программная обработка изображения. Меняется качество картинки. И улучшается зачастую очень сильно. Вот как это выглядит. Например, режим Клара, подключен на видеокамере. Он позволяет делать акцент на темных местах и делает их более светлыми. И изображение кажется более ярким, более четким. Представьте, это пластики показаны. В гортане видим, да? В глубине там было бы темно без него. Режим Хрома. Делает акцент на сосудах, на крови. Видите, как хорошо видны все сосудики, как будто прокрашены. Занимает меньше места. Тоже такой постулат достаточно обсуждаемый, спорный. Если стойку подкатить полной комплектации, с коагуляцией, когда она не стоит, когда бормашина располагается на этой огромной стойке, подкатить ее вплотную к столу, это по размерам не меньше, чем микроскоп займет. Но там можно проводами, шлангами, световодом, удлиняя их, отдалить стойку от стола. Поэтому ощущение, что меньше места, ну и ходить вокруг стола, естественно, становится легче. Более универсальный инструмент. Да, можно и там, и там, и там, и там. На носу работают все, всегда приходится для работы на носу, он нужен, всем нужен, эндоскопия модная. И это необходимость, в 21 веке без нее жить нельзя, работая, имея стойку носовую, можно в любой момент ее взять и поработать в науке. Только это будет для пользы для всех. Недостатки. Вот о хирургии, это работа одной рукой. Это самый первый, самый главный недостаток, когда в левой руке держится эндоскоп, держится камера, во второй инструмент. Изображение плоское. Изображение плоское, мы смотрим на экран, мы видим плоское изображение, мы не чувствуем глубины. Мозг нас обманывает, мы знаем анатомию, мы думаем, что видим объемную картинку, на самом деле попадает в зрительную кору плоская картинка, и это может в какие-то моменты сыграть злую шутку с хирургом. Тоже надо постоянно, хирург должен себя контролировать, напоминать себе, я вижу плоскую картинку, я вижу плоскую картинку. Изображение подвижает цифровой обработке, что может привести к ухудшению качества картинки. Тоже постулат, который сейчас уже отходит на второй план, с повышением качества эндоскопов, повышением качества стоек. Это все нивелируется, но надо понимать, что имея недостаточно качественную стойку, можно навредить в ухе. И, может, даже нельзя брать эндоскоп для работы на ухе, когда он не достигает определенных технологического уровня. Частое загрязнение линзы эндоскопа. Те, кто оперировал с эндоскопом в ухе, понимают это, да, волоски коснулись линзы эндоскопа, все, картинка потерялась, необходимо его вытащить, протереть, промыть, назад вставить, убрать эту кровь. Микроскоп этого не знает, потому что мы далеко, если только что-то прызнуло совсем на линзы, протерли один раз на пять операций эту линзу и работаем дальше. Это не все, но основное можно придумывать еще на три страницы. Имеется исследование, что 3D-визуализация увеличивает точность, уменьшает длительность операции. Такой результат демонстрируют новички и опытные хирурги исследования. Свежие, видите, да, ссылочка, если кому интересно есть. Компромиссом между эндоскопом и микроскопом явился экзоскоп. Экзоскоп, в частности, это полное название, вот оно, так вот звучит это и в коммерческих предложениях, в прессах, если будете искать где-то, для правильного названия. Надо понимать, и в кулуарах потом осуждение было, не у всех есть понимание, все-таки, для чего это надо. Это не замена эндоскопа, это все-таки замена микроскопу. Экзоскоп взял из себя преимущество эндоскопа, которое возможно было, но он заменить его не может, поскольку, опять же, линза экзоскопа находится на том же уровне от раны, как и линза микроскопа. Они не могут получить физически более широкое изображение, то для чего практически единственным нужен эндоскоп. Заглянуть за угол туда, куда не может увидеть микроскоп. Линзу мы поднесли, повторяюсь, к месту операции, в среднее ухо внесли. Угол обзора у эндоскопа достаточно широкий. 3D экзоскоп, этот витом, явился продолжением 2D экзоскопа, простого витома, не витом 3D. Это логично было, все развивается. Я так понимаю, что сначала изобрели 3D эндоскоп в фирме Шторц, а потом уже родилась идея экзоскоп сделать этот 3D. Тоже интересное устройство, применимо, но применение его ограничено. И вот и хирургии, наверное, лучше его не брать. Вот так это выглядит с больным. Левое ухо, специальное крепление, штанга, которое крепится на стандартную рельсу операционного стола. Несколько суставов, один винт, который всю эту суставную систему приводит в расслабленное положение, и поддерживая второй рукой сам эндоскоп, его ставим в пространстве, в то положение, которое нам надо, и первой рукой фиксируем опять назад этот винт. Как бы надо расслабить то устройство, и потом заново зафиксировать. И на второй штанге для второй руки может это использоваться ассистентом. Специальный джойстик, специализированный джойстик. Он запаковывается в стерильный чехол, на следующем фото будет видно. Управление достаточно простое, легкое, удобное. На себя потянул, отдалилось, надавил на него, приблизилось, слева-вправо резкость навел. Программируемые кнопки используются недостаточно часто. В принципе, это уже даже избыток, по-моему. Вот так вот хирург сидит на операции. То, что говорил, управляет этим джойстиком. В очках, естественно, чтобы 3D увидеть, необходимо специализированное оборудование, как минимум это плюс еще очки. Надо понимать, что на операции находясь, будете еще в дополнительном оптическом приборе сидеть. Сразу скажу, что забегая вперед, там дальше я буду говорить, фиксация вот этого вот самого экзоскопа через эту штангу к операционному столу, на котором находится пациент, показала себя с не лучшей стороны. Дрожание камеры, оно очень значительное при работе. Поэтому мы выкрутились, нашли выход. Посмотрели по стенам операционной, нашли, где есть такая же стандартная рельс, она оказалась на навигационной станции Метроник. И прикрепили к нему, и, соответственно, мы разобщили операционный стол, на который опирается хирург, ассистент иногда опирается с вот этой конструкцией, и он перестал качаться совершенно. Наверное, самая дорогая держалка для чего-то в мире. Прямо 12 миллионов. Ну, вот, естественно, что мы смотрим на этот экран. Вид с другой стороны, хирург двумя руками, то, что не как при эндоскопе, как при микроскопе. Манипулирует что-то там и смотрит на вот этот экранчик, экранчик специализированный. Ассистент тоже в очках. Переводя взгляд на монитор, он видит такую же 3D-картинку. Ну, поближе немножко, да, там, что-то там, как вылижено. Расстояние. Расстояние фокусное от 20 до 50 сантиметров, поэтому мешать работать он не может. Нельзя слишком высоко поднять, чтобы он не мешал смотреть на монитор. А так он абсолютно забываешь про него, что он там находится. Это изображение на мониторе, которое видит, если снимали сегодня очки, когда смотрели на сателлите, видели, что изображение мутное какое-то, непонятное. Вот это фотография монитора, когда работаем в 3D-режиме. В очках это полностью 3D, очень большая глубина резкости, резко и здесь, и здесь, и все видно в этом большом объеме. На воронке это очень красиво выглядит. Естественно, сейчас, одев очки, мы ничего не увидим. Этого 3D, оно теряется. Тоже чуть позже расскажу про это. Обращаю внимание еще раз. Возможно, при работе с VITOM, запись на флешку, как в простой стойке, засунули флешку в блок камеры и нажали кнопку в запись. Пошла запись, но запись идет только с одной камеры. Она не объемная, она плоская. И в данном случае демонстрируется запись с одной камеры, чтобы продемонстрировать как поле зрения и удобство работы. Обратите внимание на дрожание камеры. Это первая операция. Каждый, кто подходил из оперирующих аутохирургов и сочувствующих им, говорили никогда, так работать невозможно, ни за что. Ерунда, выбросить и все такое. На самом деле, и когда сам сидишь и смотришь на это дрожание, оно меньше ощущается, со стороны это ощущается больше, но оно значительно, и победили его очень легко. Деэпидермизация, формирование метотимпонального лоскута, это меринго-пластика, вот меотальный лоскут. Видим, да, видно все очень хорошо. Естественно, что видео качество намного хуже при конвертации, при перезаписи, это еще видеообработка проходила, работа передним углом. Ну и даже так, видео-картинка очень-очень качественная. В переднем углу без проблем работаем. Позволяет, да, еще больше можно угол зрения поменять. Продолжается депидермизация. Подготовка ложа для трансплантата. Ложа готова, укладка алла-хряща. Видна рукоятка молоточка. Передний угол, в спах свободно положили. Хрящ. Укладка фасции послойно. Увлечение очень большое, да. Вы понимаете, да, что примерно так же было видно на мониторе, не меньше, чем на микроскопе. И укладка кожи в передний угол. Кожный лоскут, формирование. Но этим панальной мембраной. Результат лечения оценивать тяжело, потому что мне даже, наверное, не надо. Тут результат только самого процесса оперирования. Результат лечения зависит только от техники, которую применил пирог. Все это хорошо. Мерингопластика, элементарная операция. Да, иногда говорят, что вообще ерунда. Где-то по прайсам проходило, что даже дешевле, чем танзилоктомия. Решили дать ему более сложную задачу. Подозрение на фистово-лабиринта. Вестибулологи поставили нам диагноз такой. Были нарушения слуховой вестибулярной пациентки. Операция, ревизия в романной полости, ревизия кружевого окна овального. Тимпанатомия. Мета-тимпанальный лоскут. Видна уже хорда тимпани. Визуализируется очень хорошо. Визуализируется хорошо. Накование с тремяной сочленения. Обратите внимание, насколько плохое изображение. Тоже столкнувшись с таким, можно сразу отвернуться от этого аппарата и сказать, им невозможно работать. Сейчас оно будет продолжаться. Почему? Почему? Тоже надо понимать всю эту механику, биомеханику, хирургу приходится понимать, приходится с ней работать. Часть воронки, часть блестящей воронки попала в поле зрения камеры и начала засвечивать ее. Вот смотрите. Муар, да, сеет, как говорится, пикселизация большая. Так работать, естественно, невозможно. но при изменении положения воронки, положения самого экзоскопа, изменение увеличения, видим, да, что отлично виден пармонториум, нише круглого окна, изображение полностью качественно идеально. Это тоже надо понимать и представлять, как с этим бороться. Ревизия круглого окна, видно выделения перелимфы, подтвержден диагноз фистового лабиринта. Далее, ревизия овального окна. сухожилия стременной мышцы, видите, насколько большое изображение, оно не увеличилось программным способом потом в видеоредакторе. Такое, оно на мониторе, так мы его видели, пропорционально размером монитора. герметизация нише круглого окна с жировым лоскутом свободно. Эффект от операции после пробуждения пациентки. Укладка кожного лоскута. С этой задачей Витом справился. Решили ему поставить еще более сложную задачу. Стопедопластика. Причем стопедопластика через воронку. Широко, когда хорошо работать, все видно и можно даже без микроскопа где-то обойтись глазом. Вот такая вот работа. Причем эта воронка не самого большого размера. Развиновский разрез. Формирование меотального лоскута. Все прекрасно видно. Царапины на инструменте на розенском ноже очень хорошо видны. Тимпональный лоскут. Панатомия. Визуализируется уже промонториум. Резкость у нас, фокус примерно здесь находится. Но все равно видно. Визуализация цепей косточек, сухожилия стременной мышцы, разделение наковальнист стременного сочленения. И далее удаление арки стремени. надломаются головки, ножки, удаление арки стремени. Арка стремени удалена. Налаживаем перфоративное отверстие. Подножные пластинки. Видим, что изображение очень хорошее. Достаточно видимость. В некоторые моменты было ощущение, что мало света внутри. Но чуть позже тоже скажу. работа по комфортности не отличается от микроскопа. Протез стопедиальный погружен в лабиринт, надет на длинную ножку наковальни. Обжим протеза. Видно, да? И для демонстрации очень хорошо все видно и равнимая картинка по демонстрации с эндоскопическим, тем, что эндоскопические хирурги показывают. Герметизация жиром нише овального окна укладка кожного лоскута. Еще операцию сделали без дискомфорта. Теперь интересный момент. Вот сама перестройка направления этой головки витома гезоскопа не так проста. Не так проста, как кажется, как Юрьевич говорил. Очень как-то не акцентировал это внимание. Еще раз повторю, что перед этим слишком валили все это. Валили в шторс-компанию. Первая перестройка, первая или вторая перестройка камеры. Специально поставил таймер в очень ускоренном режиме это работает. Все мелькает. Переходили с задних отделов на передние отделы барабанной перепонки. Это первая операция. Вот смотрите, как это выглядит. Хирург держит одной рукой сам экзоскоп второй освобождает эти колены пытается перестроиться доходит до нужного места фиксирует опять во время фиксации это что-то смещается. Потом пришло понимание, что лучше всего сначала изображение максимально отдалять настраивается и потом приближать и джойстик он позволяет двигаться по полю приближенному полю в пределах вот этого самого отдаления и по плоскости двигаться и тогда настраиваться. Это фактически первое. Дальше, дальше когда пришло понимание, что как делать примерно это все сокращалось, сокращалось, сокращалось не слишком долго пробыл у нас прибор следующая перестройка это вот на второй операции уже заняла примерно вот смотрите примерно вот так перестройка с нижней круглого окна на наковально-стременное сочленение задача примерно одинаково было там и тут нужно было поменять не только его повернуть сместить его нужно было полностью освободить поменять его полностью положение в пространстве этой головки по поводу тоже предыдущих докладах говорили что удобство перемещения его лучше чем микроскопа это тоже неправда оно совместимо сопоставимо с микроскопом но микроскоп перемещается вместе с головой вместе с телом Это намного легче делать вместе с глазами. Одно из также фишек, преимуществ этого аппарата, он снимает 4К. Все знаете, что 4К, сейчас уже 8К приходит в моду, но еще 4К есть, не знаю, у одного процента населения телевизора. В него уже заложили это. Если вы будете иметь монитор 4К, то у вас будет изображение 4К, и оно еще будет круче, чем уже имеющийся, которого и так уже за глаза, в общем-то, хватает. Ну, если помните, в свое время не было понимания, зачем HD вообще надо. Ну, хватает, телевизор хорошо показывает, а потом, когда начало это приходить, пришло понимание. Фокус 20-50 см, можно работать и на ухе, и на гортане, и без дискомфорта, без того, чтобы она нам мешала. Естественно, монитор специализированный. Простому телевизору подключить нельзя. Еще преимущества его, тоже о чем говорили, меньше, легче, компактнее операционного микроскопа. Совмещают преимущества эндоскопии, какие-то он преимущества эндоскопии взял. В том числе и те программные фильтры, которые я говорил, спектра. Можно менять режимы, акцентировать на крови, акцентировать темные места, акцентировать опухоли. Эргономика, да, не напрягается, меньше напрягается спина, меньше напрягается зрение. Сама по себе игрушка интересна. Оптимизированный рабочий процесс. Операционная бригада может наблюдать за ходом операции, как и хирург по изображению высокого качества. Вот на этом, чуть-чуть подробнее на этом моменте. Как вы знаете или не знаете, может быть для вас сейчас это будет откровением. Хирург, смотря в окуляры микроскопа операционного, видит стереоизображение. Он видит, каждый глаз, еще раз повторяю, попадает разное изображение, и в мозгу формируется эта объемная картинка. Какая же, как мы видим в быту. Постоянно мы видим изображение стерео. Смотрим двумя глазами. Стереопсис. Ассистент, который стоит рядом, смотрит в окуляр ассистента, он не видит не стереоизображение, хотя смотрит двумя глазами. Это изображение псевдо-стерео, оно берется с одной линзы и раздваивается зеркально. У него опять же создается ощущение, что он видит стерео, но это не стерео. И он видит изображение с другого угла. Оптика так устроена, механика прохождения этого луча так устроена, что он не может увидеть то же самое, что и херов. Это будет возможно только в цифровых микроскопах. Но опять же, когда это будет, это может быть и откажутся от них вообще, не будут их производить. Ну и естественно, что остальные наблюдают плоское изображение на мониторе, это максимум. Или прыгают вокруг, дай мне посмотреть в окуляр, я тоже хочу. При использовании этой системы 3D все видят абсолютно одинаковую картинку. И ассистент, обучающийся, он понимает, что он видит точно то же самое. При объяснении хирурга он понимает то же самое. И самое ценное, мне кажется, самое ценное, то, что это можно зафиксировать, в последующем посмотреть, обсудить, продемонстрировать, это будет абсолютно та же самая картинка. Абсолютно. Это ценнейшее качество. Зная, готовясь к демонстрациям, мастер-классы проводя, доклады делая, ты понимаешь, насколько при презентациях, насколько это все ухудшается. Хочется показать, ну я видел вот так, я видел вот то-то, то-то. Возможности оптики, возможности демонстрации, они ограничивают. Сейчас есть возможность видеть абсолютно то же самое. Проблемы и недостатки самое интересное. Дрожание изображения. Дрожание изображения. Победили мы, победили легко достаточно. Поставили его, отделили штангу экзоскопа от операционного стола. То, что, почему прикасается хирург, чему системы. Я на правах председателя затянул время, наверное. Мне кажется, интересно. Плюс Марина не сказала, у них сейчас проходит регистрацию, будет штатив, специализированный штатив. Плюс, насколько я понял, там будет еще пневмо-рука. Это уже одной рукой будет хирург поправлять этот эндоскоп. И он уже изначально будет стоять рядом с операционным столом и не будет касаться стола. Низко освещен в глубоких местах. При стопедопластике иногда хотелось больше света. Но в данном приборе предусмотрена возможность подключения дополнительного световода, дополнительного освещения. И фактически оно удвоится. Не пробовали, но говорят, что света будет более чем достаточно. Потеря качества изображения в некоторых случаях. То, что я демонстрировал с воронкой, когда расплылось изображение. Понимание того, что происходит, понимание, почему это происходит, опыт, навыки, работа с ним. И достаточно легко это все решается. Большое время настройки поля зрения. То же самое, да? Моя демонстрация. Сначала 3 с лишним минуты, потом за 20 секунд справились. То есть, опять же, это нужно перестроить немножко мозг с микроскопа на другое управление и на другие действия. Значительная стоимость оборудования. Самая по себе в законченном виде, вот если с нуля просто его привезли, оно достаточно дорогое. Ну, прилично дорогое. Но, во-первых, оно может соединиться уже с существующей стойкой. Частично, да? На чем может сэкономить. Плюс в будущем, также общаясь с представителями компании, уже имеется эндоскоп, стереоэндоскоп для работы в носу, в ухе. Для будущего апгрейда, для использования этого эндоскопа, когда он будет зарегистрирован в России, достаточно будет купить только один эндоскоп, воткнуть в эту систему. Я сейчас краду деньги в шторце, я знаю. И работать уже сразу начинать. Проблема, которую не обсуждают пока почему-то, но я занимаюсь своей наукой, находил публикации. Не все видят стерео в очках. Есть люди, которые не могут ходить смотреть стереофильмы, у которых сильно болит голова после них. Чаще всего это скрытые зрительные проблемы, но тем не менее. Но у меня есть знакомые доктора, которые не видят стерео и в микроскоп. Кто-то побеждает это со временем, кто-то не может победить, но проблема это стоит. Может быть, начни судьбу. Космос мышление привычка. Нужно перестроить мозг с работой на микроскоп. С работой на микроскоп, вплоть до того, что движешь головой, когда смотришь в монитор. Но были моменты, самые-самые первые, когда начинали отодвинуть его в сторону, поставить микроскоп. На самом деле, первая операция заняла гораздо больше времени, чем она заняла бы под микроскопом. Ну, естественно, апробация, привыкание к нему, просто интересно поиграться. Нельзя себе удовольствия отказывать. Но были такие моменты. Микроскоп взял, быстро сделал. Нет, сделали. И опять же, Юрий Ильич сказал, что на 20 операции там все легко пошло. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь дадут на 20 операций. Запись и воспроизведение видео в 3D-режиме. Демонстрация. Видели, да, Юрий Ильич? Специальный экран привезли. Это специальный экран. Специальные мониторы были, специальные проекторы были. Это нужен специальный телевизор, чтобы произвести 3D. Если кто разбирается, запись идет в простом 3D, обычном стандартном 3D-видео. Это стереопара, когда два кадра рядом записываются, для левого, для правого глаза. Они потом программно соединяются в проигрывателях, в телевизорах, в проекторах. И с помощью специальных очков, активных, пассивных, можно даже анаглиф, красно-зеленый, применить. Можно даже на компьютере это увидеть, на простом. Но, тем не менее, да, очки нужны. Специализированные, какое-то устройство отображения надо. Телевизор, 3D, монитор, специальный проектор. Активные, пассивные очки. Но сама по себе запись в настоящее время в 3D, возможно, только, опять же, специальным устройством. Шторц, которое нужно купить, поставить, ему присоединить. Сделали, получилось у нас, помимо Юрия Ильича сделали, мы, кроме апробации, этот, ВИТОМ, попробовали еще и на нашем мастер-классе. Оказалось, что по времени совпало так. Мастер-класс по ринохирургии и по аутохирургии. Там и там записи сделали. Имеем возможность теперь их и просмотреть, и продемонстрировать, и понять, что это возможно, и что это красиво. Ну, опять, преимущество, вся красота. А, да, возможность интеграции с CO2-лазером тоже у них обозначена. Это с помощью специальных переходников, с помощью специальных устройств. Можно, можно заменить полностью микроскоп в этом смысле. И на гортане работать, и на среднем ухе с лазером. Режим флуоресценции с помощью специальных тоже примочек можно использовать. Спасибо за внимание. Извините, если я задержу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Нет, точно нет. У нас, нет, у нас CO2-лазер хороший, переходник на микроскоп. У нас три микроскопа к любому подключается легко. Дистанционно работать, да, CO2-лазером очень удобно, приятно. Никаких проблем не вижу. Я же не хочу. Ну, а зачем? Ну, а вообще не были, нет. А зачем? Сейчас, ну, а так, совершенно не надо. Пусть это не готово. Когда лучше сам кто-то прилетит, или мне какой-то инструмент доводить, я думаю, что мне лучше, пусть, пусть робот это сделает для меня. Джойстиком направляешь, нажимаешь, один удар, и все, и перфорация готова. Спасибо.